Такую реабилитацию на базе спортивно-оздоровительного комплекса после курса медицинского лечения впервые организовали для наркозависимых пациентов Центра Свобода и Крепость, совместив ее с процедурами для детей с ограниченными возможностями. Самые зависимые люди, они эгоисты, они безответственные. Этим самым мы хотели как-то больше взрастить какие-то их качества, где они взращивают себе эти ценности. И этот опыт уже могли как-то принимать для себя, примерять на себя. Они взращиваются здесь как личность и уже могли передать это в дальнейшем уже своим детям, своим родственникам. Подобное объединение проектов с разной категорией людей на одной площадке происходит впервые. Ветераны брали шество над наркозависимыми, а они в свою очередь над детьми. В комплексе такие мероприятия способствуют социализации зависимых, вызывая в них чувство ответственности, долга и заботу о ближних. Ребята стараются, они хотят быть полноценными гражданами, а когда желание есть, я думаю, что все это исполнится. Я им желаю, чтобы они действительно, им надо еще время, время нужно для того, чтобы полностью себя привести как бы в нормальный вид. И я им советую держаться так же. В рамках этого мероприятия каждый реабилитант из центра проходил социальную адаптацию. Ребята ухаживали за детьми, которые болели ДЦП. Играли с ними, помогали им и родителям детей. Участникам посчастливилось на свежем воздухе позаниматься спортом с известными дагестанскими бойцами. Также они катались на лошадях и купались на море. Такая практика для них – дверь в новую жизнь, без зависимости и пагубных привычек. Там, где они уверенно смогут строить свое будущее, не оглядываясь назад. Мы прибыли на базу отдыха «Лотес» по приглашению Тагира для совместной социализации ребят наркозависимых, инвалидов. И, то есть, серебряные волонтеры – это люди с жизненным опытом, там ветераны МВД. В первый раз такой проект происходит вообще в Дагестане, но я и не слышал когда-либо, чтобы такое происходило. Мне, соответственно, как руководителю центра, это нравится. Так что, наконец-то, кто-то обратил внимание на нас, решил совместно как-то провести мероприятие, так, чтобы было в помощь и нам, и, соответственно, детям, будущему нашему. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Касписк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова